Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем выпуске мы продолжим с вами разговор о домашних биотехнологических продуктах, а именно о домашнем уксусе, который готовится на основе трех симбиотических микроорганизмов. О них мы с вами говорили в одном из наших выпусков, посвященных основам приготовления домашнего уксуса. Один из наиболее полезных уксусов, а приготовленный на разном сырье уксус обладает не одинаковой ценностью, вот один из наиболее ценных уксусов – это виноградный уксус. Дело в том, что микроорганизмы, которые превращают в уксус то, что находится в соке, преимущественно этиловый спирт, который им предоставляют дрожжи, живущие в нижней части вот этой уксусной матки или чайного гриба, они могут усваивать в качестве источника энергии преимущественно этиловый спирт, они его очень любят, а также глюкозу. Во многих фруктах и в яблоках гораздо больше сахарозы, которую эти бактерии усваивать не могут. А вот виноград содержит из сахаров преимущественно глюкозу, поэтому уксусная матка в виноградном соке или яблочном соке с добавлением виноградного растет гораздо лучше, чем в чистом яблочном соке. Более того, если этиловый спирт она превращает в уксусную кислоту, то глюкозу она превращает в гликолевую кислоту, которая обладает целым рядом преимуществ перед уксусной, в первую очередь обладает сильнейшими антисептическими и заживляющими свойствами. В медицине гликолевая кислота, полученная биотехнологическим путем с помощью вот этих самых бактерий, используется даже в ожоговой и хирургической практике для антисептической такой обработки ран. И это очень способствует заживлению этих ран. Сегодня мы поговорим с вами о возможности применения не столько уксуса, хотя его преимущества и достоинства неоспоримы, но самой уксусной матки или самого гриба. Тело вот этого гриба формирует уксусно-кислые бактерии, способные образовывать целлюлозу и небольшое количество слизистых веществ, в которые включены мелкокристаллические, меленькие-меленькие, совершенно мельчайшие кусочки вот этой самой целлюлозы. Как я уже сказал, выращивание уксусной матки в виноградном соке приводит к значительному накоплению гликолевой кислоты. Она и сильный энергетик, и сильный антисептик. Поэтому кусочки вот этого гриба, промытые немножечко поверхностно, наложенные на порезы, на раны, на какие-то труднозаживляющиеся раны, на трофические язвы нижних конечностей, у кого проблемы с тромбофлебитом или варикозным расширением вен. Для протирания кожи вот кусочек отрезать и протереть кожу лица. У подростков, например, у которых плохо заживают все эти юношеские угры, прыщи, которым требуется противовоспалительная обработка кожи. И во всех случаях, когда необходим противовоспалительный и антисептический эффект, очень-очень полезно. Можно взять вот этот гриб, когда он немножечко тоньше, чем он у меня вырос, а он у меня примерно тут полсантиметра толщиной точно, и просто в виде масочки наложить вот этой нижней стороной, лучше нижней, она более рыхлая и содержит в том числе дрожжи, в своем составе очень полезные для кожи, просто наложить на кожу лица для отшелушивания мягкого-мягкого пилинга кислотного. Это те же самые альфа-кислоты здесь содержатся, много кислот на самом деле, кроме уксусной, способны образовывать эти бактерии. Для ранозаживляющего, стимулирующего синтез коллагена, от морщин, для свежести и молодости вашего лица, такие масочки будут очень-очень полезны. Полежите с этим грибом на лице, очистите свою кожу, оздоровите свою кожу, и она будет вам очень-очень благодарна. Промойте эту матку, промойте этот гриб под водой после этой процедуры и смело отправляйте в фруктовый сок. Своих свойств превращать сок в уксус она от этого не утратит. Таким образом, эта масочка является многоразового использования. Другой способ использования этой субстанции, этого гриба, возможно, вас немного шокирует. Возможно, вы к чему-то подобному не привыкли. Но из-за того, что здесь содержится значительное количество слизистых веществ и значительное количество мелкокристаллической целлюлозы, вот эта мелкокристаллическая целлюлоза обладает, как и слизистые вещества, очень сильными адсорбирующими свойствами. Это сильнейший адсорбент и сильнейшая очистка кишечника, если вашему кишечнику не здоровится, если вздутие, если несварение, если отравление, не дай бог, какое-то, или еще что-то, возьмите вот такой вот гриб, можете его порезать на маленькие кусочки размером с таблетку и попросту проглотить, если вам гадко. Мне не гадко, мне он нравится. Я с удовольствием его откусываю, вот он лежал во виноградном соке, он пропитался полностью этим виноградным соком, и знаете, я бы по возможности съел бы его весь, потому что он просто вкусный. Можете порезать его в салатик для такого пикантного вкуса, не проблема. Сейчас проглочу. Он вкуса такого же, как уксус. Вот какой у уксуса вкус, точно такой же вкус и у этого гриба. Своего самостоятельного вкуса у него нет. Но не надо есть много. За один раз съешьте количество по площади равное столовой ложке. Это хороший способ профилактики отравлений и оздоровления вашего кишечника. Вместо таблетки активированного угля примерно вот это вполне может действовать. Поэтому ни в коем случае не выбрасывайте этот гриб. Вы можете его даже высушить, он превратится в такую корочку или пленочку, в зависимости от толщины. И потом, когда вы забросите его в воду, он полностью восстановит вот свои вот эти адсорбирующие свойства. И можете его употреблять в этом случае таким вот способом. Вы можете от него отрезать кусок и съесть. Вы можете откусить, промыть и опять же вернуть его назад в этот уксус. И он здесь восстановится, вырастет. Поэтому это средство домашней терапии, оздоровление кишечника. Вот в тех же случаях, когда вы глотаете активированный уголь. Ну, знаете, у меня не часто бывает, можно сказать, почти не бывает таких возлияний алкогольными напитками, чтобы мне было плохо. Но вот такое количество гриба, съеденного после возлияний активных, ну, праздники, конечно, у всех людей, у всех бывает, значительно облегчает на утро состояние, поскольку адсорбирует всевозможные токсины в просвете желудка и кишечника. Такой мой вам совет. Не знаю, может быть, кого-то он шокировал, но на самом деле, посмотрите на меня, я дядька вполне здоровый и, так сказать, ну, в общем, не выгляжу как человек, которому что-то плохо от того, что он ест этот гриб. Поэтому советую вам тоже таким же образом, если у вас нет предрассудков в этом отношении, потреблять этот ценный продукт домашней биотехнологии. Ну, а какие еще виды уксуса можно приготовить, из чего и как их использовать, не только для питья, но и для других целей, для лечебных целей, я обязательно вам расскажу. Здесь, на канале Процветок, поделюсь своим жизненным опытом, личным опытом. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!